Несмотря на то, что учебный год подходит к концу, новостей в КФУ становится все больше и больше. Это программа «Универа Ньюз» в студии Кристины Диединова. И мы начинаем. Инженерный институт защитил свою дорожную карту. КФУ и Институт Российской Академии Наук подписали соглашение о сотрудничестве. В КФУ пройдет крупный педагогический форум. Об этом сегодня в выпуске. В Инженерном институте КФУ начинают развиваться роботизирование и технологии 3D-печати для биомедицины. Более того, на площадке данного института откроются новые кафедры и будут запущены новые образовательные программы для будущих инноваторов. Об этом и не только пошла речь на защите дорожной карты Инженерного института КФУ. Подробности расскажет Аделя Шамилова. 18 мая состоялась защита дорожной карты Инженерного института КФУ. О том, какой реальный вклад данное подразделение делает в развитие всего университета, рассказал директор Инженерного института Наэль Кашапов. В центре внимания оказались вопросы, касающиеся роботизирования и аддитивных технологий в биомедицине, которые уже в ближайшие годы будут реализовываться на площадке Инженерного института. Стоит отметить, что рассматриваемые технологии станут новейшим дополнением к основной работе подразделения. На каждой кафедре существует несколько научно-исследовательских лабораторий. И ведем работы по специальности биотехнической системы и технологии. Это одно. В инноватике у нас профили метрологии, стандартизации сертификации. Опять-таки тоже направлено на стандартизацию именно продукции медицинского назначения. Уже на ближайшее время Инженерный институт наметил для себя серьезные цели. По словам Наэль Кашапова, большой акцент будет сделан на серьезное развитие робототехники. Например, планируется к открытию новая кафедра, которая будет включать в себя инновационные специальности, востребованные в ближайшем будущем. И здесь как раз перспективы Инженерного института – это промышленная робототехника, это интеграция технологических и робототехнических решений, как, например, сварка, обработка форм для литья, медицинская робототехника, и в том числе телекоммуникационная, связанная с реабилитацией после судных больных, после травм. И мобильная робототехника – это в плане управления и навигации одиночными и группами роботов. Ну и в перспективе, как раз перспективы здесь, это открытие вместе с андроидной техникой, открытие базовой кафедры фирмы андроидная техника. Во время защиты дорожной карты в центре внимания также оказались вопросы, связанные с планами открытия новейших лабораторий термического взаимодействия, сертифицированной учебно-исследовательской лаборатории взаимодействия и других. Далее была рассмотрена стратегия работы совместного с несколькими институтами проекта «Экопарк». В данном проекте принимают участие представители практически всех технических институтов ВУЗа. Продолжая разговор об одном из основных направлений инженерного института, ректор Кафулыч Атгафуров отметил необходимое создание новых программ подготовки для будущих студентов. Очень много разговоров шли о робототехнике, и собираясь, мы тоже говорили, мы должны отдельно вычленить по робототехнике направление касательно подготовки специалистов первичного звена, то есть уровень бакалавриата, да, и там мы акцентируемся на промышленных роботах и тоже должны сказать заказчиков, то есть какой объем должен быть, да, вот какое количество мы должны подготовить через 4 года на уровне бакалавриата. Завершая защиту дорожной карты, директор инженерного института заверил присутствующих, что четкая стратегия будущих действий позволит увидеть реальные результаты. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. 17 мая в Москве ректор Казанского федерального университета Альшат Гафуров принял участие во встрече с исполняющей обязанностью министра образования и науки России Ольгой Васильевой. Беседа была посвящена обновленному плану мероприятий по обеспечению подготовки в КФУ специалистов различных профилей с углубленным знанием истории и культуры ислама. А 18 мая ректор Казанского федерального университета и директор Института США и Канады Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее узнаете в следующем выпуске. На облик общества влияют многие факторы, но главный из них – образование. Вопросам педагогики заслуженно уделяет много внимания. И Казанский федеральный университет – не исключение. Подробности расскажет Олег Кашин. Существует проблема нехватки учителей по отдельным областям. Например, в области начального образования, в области естественных наук. Я, как ученый, предположу, что в ближайшие пять лет ситуация даже будет ухудшаться. Существующую проблему с педагогическим образованием в Республике Татарстан помогает решить Казанский федеральный университет. Для этого в Институте психологии образования имеется все необходимое оборудование. Кроме этого, в составе университета есть целых два лицея, в которых студенты проходят педагогическую практику, а ученики лицеев показывают хорошие показатели по региону. Казанский университет с 22 по 24 мая проведет четвертый международный форум по педагогическому образованию, который посетят ученые со всего мира. Об этом объявили на пресс-конференции в информационном агентстве Татарынформ. Спикерами на форуме выступят представители Оксфорда, Гарварда, Глазго, Майами, Аризона и других престижных университетов, входящих в сотню лучших вузов мира по данным рейтинга КОЭС. Что бы мы с вами, коллеги, не говорили, педагог, учитель, преподаватель – это те люди, которые формируют людей, личности в обществе. И поэтому от того, как они будут работать, будет, в общем-то, и выглядеть наше общество. В этом смысле, конечно, значение вот этих форумов огромное. И мы, в общем-то, понимаем, что здесь мы представляем не только Республику Казанский федеральный университет, но еще и Россию. В рамках форума пройдут научные конференции, семинары, круглые столы, а также мероприятия «Ночь науки», которые в этот раз пройдет под открытым небом. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюс. 17 мая в Казанском федеральном университете состояло закрытие сезона орфографического конкурса «Спеллбаттл». Подробнее об этом узнаем из следующего сюжета. 17 мая в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялась заключительная игра орфографического конкурса «Спеллбаттл». Впервые проект состоялся 15 декабря 2015 года среди студентов КФУ. За всю историю уже прошло более 30 состязаний «Спеллбаттла». Что касается нынешнего сезона, то он включает в себя 13 игр. «Спеллбаттл» — это орфографический конкурс, нацеленный на привлечение внимания молодежи к проблемам безграмотности и повышения интереса к межкультурной коммуникации. Задача участников игры — правильно произнести слова на русском, английском и татарском языках. Приглашается пара участников, и поэтому, соответственно, называется «Баттл». И участникам каждой паре жюри называет по три слова на русском, татарском и английском языке. Тот участник, который в туре набрал наибольшее количество баллов, проходит следующий тур. В каждом туре участник встречается с новым участником, и это продолжается до тех пор, пока не выявится победитель. Принять участие в конкурсе могут не только студенты, проживающие на территории России, но и приехавшие из Нигерии, Турции, Казахстана, Ирака, Китая и Индонезии. Я с детства помню мультфильмы, как американские мультфильмы, где показывались такие «Спеллбатт», и я всегда хотела поучаствовать. И вот сегодня, наконец-то, мне это удастся. На сегодняшний день организаторами проекта были проведены игры не только для студентов, но и для школьников города Казань. Артем Тупичкин, Диана Паскарь, Ленар Довлетеров, Универньюз. В Казанском федеральном университете провели лекцию о культуре и истории Индии. Подробнее сможем узнать в следующем сюжете. В Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета прошла открытая лекция о культуре и истории Индии. Профессор Арун Кумар Шривастава рассказал студентам про страну, ее культуру и политику. Порядка 30 студентов обучаются хиндии и индийской культуре в Казанском федеральном университете. Олег Кашин, Ольга Мажирина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходит акция «Ночь музеев». КФУ присоединился к этой акции, проходящей по всей России. Подробности об этом вы узнаете в следующем выпуске. Это были самые свежие и интересные новости этого дня. До встречи в следующих выпусках.